Отношения Пушкарева и Игорь Сергеевича к ветеранам В 2005 году я к нему обратился, мне подсказали Он был тогда в Совете Федерации, в законодательном собрании у нас Попросил денег на памятник, но он мне сказал так Принял все как положено, я тебе денег не дам, но я тебе дам щебенку, цемент Значит, арматуру и так далее И вот то, что мы поставили памятник, у кого-то молодежи, знаете, уже 11 лет Это в этом большая заслуга Игоря Сергеевича И вот он, пожалуй, чуть ли не единственный человек, который, находясь у власти, отвлекнулся на это И вот мы, ветераны боевых действий, очень благодарны за это Мы всегда вспоминаем про это и всегда ему говорим Вот этот памятник сейчас считается, не знаю, одним из лучших в России Второе, что отношение к ветерану у него Это когда, сейчас скажу, в 13-м году мы съездили в Курск Капсулу Да, капсулу с землей привезли И всегда у него хорошая традиция, когда делегация приезжает Во-первых, он напутствует делегацию А во-вторых, принимает нас и мы ему рассказываем Вот я ему рассказал, что у них Парк Победы в Курске Вот такой монументализм Вот не с вами с нашим, наш такой смотрится не очень-то хорошо Этот памятник, сквер вообще И он, значит, хорошо, говорит, вызвал там архитектора, начали работать И буквально, значит, в 14-м году, в начале, в 15-м, по-моему, начале Он собрал весь совет ветерану у себя там, в администрацию Пригласил этих, значит, скутеров, архитекторов Они со всеми документами пришли Все эти картинки нам показали И вот мы посмотрели его И, честно говоря, забраковали Его сказали, что это не то, это не так Он нас выслужил, подвел итог и сказал этим ребятам Ребята, вот вам два месяца, значит, изменения делайте Через два месяца он опять нас собрал Опять нам представили всю эту документацию Исходя из наших пожеланий и критики Значит, все мы утвердили Вот после того, как мы утвердили Этот прекрасный Парк Победы был сделан Вот Парк Победы наш, тоже я скажу, многое по всей России езжу Таких, как у нас Парк Победы Очень мало, я скажу И в этом большая заслуга Ирия Сергеевича Ну и город, смотрите, я давно, в городе я служу с 72-го года Вот, город знаю И вот возрождение города видно Я сейчас много можно сказать Ну вот хочу привести вам пример Дороги Дахимпром-Горностай Вот Это вот, когда все время она была военная дорога Там эту дорогу обслужили воинской части Было нормально Потом, когда все заброшено, ужасное состояние стало Вот, и было принято решение Ее, значит, отремонтировать И вы знаете, что, значит, выиграла конкурс Крабаровская компания «Энергомаш» Они там все завалили Там даже уголовные там дела по этому поводу было Вот И я помню на одних совещаниях Вот я даже обращался к нему Говорю, Сергеевич, почему эта дорога В таком сайте, почему не делается Ну, он даже чувствует, что болезненно воспринял А так говорят, ну вот так вот нас обманули и так далее Но мы, говорит, все сделаем Чтобы эту дорогу отремонтировать И в конечном итоге По-моему, в конце 15-го года эту дорогу открыли Эта дорога для города стратегическая Она соединяет вот товарный двор к снеговой улице Соединяет на выход туда, на Горностай И на трассу, которая выходит из города Без этой дороги город бы закликнулся сейчас Он и так закликнулся, но закликнулся И вот что я уже несколько раз слышал от людей Эту дорогу называют сейчас Пушкаревской Понимаете, вот человек, вот сколько два с половиной года его нет Но люди знают, люди помнят, что этот человек сделает на дорогу Вот, и я скажу, что вот именно при Игоре Сергеевиче Очень многие, значит, вопросы здесь были решены Ну и отношение к ветеранам с чего начал тем закончил Вот буквально в 16-м году, по-моему, за месяц до того, как его арестовали Он к нам периодически приходится на президиум, мы его пригласили Или там встречается в администрации Он пришел, я ему говорю, посадили здесь вот в этом же зале И говорит, сколько у вас времени? Он говорит, у меня время полчаса Ну, начали разговоры, все, он выступил, потом вопросы начались В то время подходит Я говорю, Игорь Сергеевич, у вас время, он говорит, не надо И, в общем, пока он всех не выслушал Пока со всеми не поговорил, он не ушел Очень, вот ветеранам наших, особенно актив Он всех знал по имени и отчеству Вот, если, когда встреча идет к нему Все люди обращаются, о чем-то говорят Он всех выслушает, ни в коем случае не отмахнется Ни в коем случае не передаст своим помощникам, типа, разбирайтесь Вот, уникальное отношение у него было к ветеранам Ну и городу такой же Субтитры сделал DimaTorzok